Одна из важнейших характеристик населения — возрастной состав. Можно посмотреть на эти три схемы на слайде, которые показывают нам, как арктическое население распределяется по возрастным группам. Когда мы смотрим на эти возрастные композиции, мы увидим, что в нашей Арктике и в зарубежной среди населения преобладают в первую очередь люди работоспособного возраста и дети, что говорит нам о достаточно молодой структуре населения. И это действительно так. Доля лиц трудоспособного возраста в большинстве регионов арктической зоны Российской Федерации превышает средний показатель для России. А для российской Арктики нам точно известно, что значительное число людей уезжает из региона, когда становятся старше и заканчивают свою рабочую карьеру. И это тоже важная для антропологов характеристика. Еще одной важной характеристикой является уровень образования жителей региона. Не буду утомлять вас числами, только скажу, что среди регионов-лидеров страны по уровню высшего образования, согласно данным переписи 2010 года, мы найдем наряду с Москвой и Петербургом также и северные территории. В первую очередь Ямал-Ненецкий округ, Кантамансийский округ и Магаданскую область. Таким образом, при проверке стереотип о жителях Севера начинает рассыпаться. Говоря о северянах, мы будем иметь дело в первую очередь с образованными людьми трудоспособного возраста, проживающими в городах. Что еще можно добавить к этому портрету? Можно поговорить об этническом составе населения. Он сформировался под влиянием истории заселения этой территории, начиная с глубокой древности. Здесь, безусловно, сказалась и политика царского правительства по отношению к удаленным окраинам и использование этой территории для ссылки уголовных и политических преступников, истории ГУЛАГа и то, как проводилась советская модернизация и промышленное освоение региона. В итоге мы имеем довольно пестрый в этническом отношении состав. Я напомню, что единственным источником наших сведений по этому вопросу является переписи населения. Последние доступные данные, которые у нас пока есть, это перепись 2010 года, поэтому будем использовать их. Помимо трех самых больших этнических групп в стране, это русские, украинцы и татары, в регионах Сибири и Севера представлены во множество и другие группы. Среди них можно выделить две. Те, большая часть представителей которых живут за пределами Сибири и Севера. Сюда относятся, например, корейцы, белорусы, казахи, азербайджанцы, марийцы, народы Северного Кавказа, калмыкии и так далее. И те этнические группы, подавляющее большинство представителей которых проживает на территории Сибири и Севера. Так здесь проживает абсолютное большинство ивенов, ивенков, якутов, ненцев, хантов, бурятов, тувинцев, алтайцев, коми, хакасов и карел. Наличие этих групп и составляет особенность этнической карты Сибири и Севера. Интересно, что согласно переписи 2010 года в число народов, проживающих преимущественно в регионах Сибири и Севера, входят и российские немцы. Больше половины их переписаны именно здесь. Внутри этой группы народов, согласно российскому законодательству, выделяются коренные малочисленные народы Севера. Это особая правовая категория. Что это за группа? Давайте посмотрим, каким именно образом законодатель ее выделил. Согласно статье 1 федерального закона о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, коренные малочисленные народы Российской Федерации – народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы и насчитывающие Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Пока-то для нас важно, что это не любые народы, большинство которых проживает на данной территории. Важно, чтобы они жили на территории расселения предков и сохраняли традиционный образ жизни. Но и это еще не все. С точки зрения закона, их численность обязательно должна быть ниже 50 тысяч человек. Вот этот последний параметр, он специфичен именно для России. Из-за его применения у нас не могут относиться к коренным народам ни коми, даже если они живут в чумах и пасут оленей, ни якуты, даже если они живут там же, где их предки занимаются теми же видами деятельности, что и о них, ни кочевники-буряты. Все эти группы часто включаются в список коренных нашими зарубежными коллегами. Не относятся к ним и поморы, поскольку они считаются частью русского народа, и о малочисленности речи идти не может. С точки зрения российского закона, для того, чтобы получить особый правовой статус, нужно обязательно быть малочисленным. Для того, чтобы узнать, обладает та или иная группа статусом коренных малочисленных народов Севера, нужно проверить, включена ли она в список, утвержденный правительством России. А с новым статусом наделены только те, кто в него включены. Список тех, кто включен, перед вами на слайде. Еще раз. Категория коренных малочисленных народов Севера правовая и важная. Этнографы и антропологи, безусловно, изучают и должны изучать этнические группы, включенные в этот список. Важный вопрос. Какую часть современного населения Севера составляют коренные малочисленные народы Севера? На этом слайде вы видите, что самая высокая доля коренных в 2010 году была на Чукотке. Выше 35%. Следующий регион с высокой долей – это Ненецкий автономный округ. Там 18% населения принадлежат к коренным народам Севера. На Ямале эта доля чуть выше 8%, в Якутии чуть больше 4%, а в Магаданской области Ихмао чуть больше 2%. В остальных регионах Арктики доля коренных малочисленных народов Севера составляет меньше 2%. Если же мы посмотрим на всю Арктику в целом, а не только на российскую, то увидим, что и там в большинстве случаев, за исключением Гренландии и Канады, коренные народы составляют меньшинство населения. А это значит, что хотя мы можем и должны изучать эти группы, мы не можем изучать только их и не обращать внимания на остальных людей, как тех, чьи предки по своей или против своей воли оказались на Севере десятилетия или даже столетия назад, так и тех, кто приехал жить на Север сам, может быть год или 15 лет назад, работает здесь или просто живет, считает этот край своим домом или местом ссылки, переживает за него или ненавидит его, растит тут детей или считает срок до возвращения на Большую Землю. Иначе мы рискуем быть специалистами, упустившими большую часть объекта своего изучения.